Чем живет Украина сегодня расскажем вам в ближайшие минуты в эфире ИТВ новости из Украины в студии Елена Чебак. Приветствую вас. Имущество Unison Group арестовано в рамках расследования деятельности экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. Сообщил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков. По его словам, Клименко в течение 2011-2013 годов зарегистрировал на своего отца ряд офшорных компаний на Кипре и Виргинских островах. В столичном бизнес-центре Гулливер провели обыски по делу Клименко. Правоохранители обнаружили секретный офис с документацией, изъяли серверы. По предварительным данным, экс-чиновник вывел из украинского бюджета 12 миллиардов долларов. На эти средства купил элитную недвижимость и землю. Похищена гигантская сумма средств за счет внедрения целого ряда преступных схем. Мы задействовали довольно большие силы, потому что уделяем этому значительное внимание. И считаем, что сегодняшняя блокировка этого имущества на сумму 20 миллиардов долларов имеет большое значение для наших дальнейших процессуальных действий. Украденные через преступные схемы, разворованные через налоговые площадки и государственные деньги были легализированы Клименко и наемными адвокатами. Также соучастниками в европейских банках. Украденные у государства средства перечислены через офшоры на счета группы компаний «Юнисон», медиахолдинга «Вести» и фирм, которые обслуживали семью Януковича. Украинские консулы посетили политзаключенных в России. После многократных отказов российская сторона позволила дипломатам встретиться с украинцами. Среди них Зейтулаев, Сущенко, Клых. Встреча прошла в присутствии представителей ФСБ, которые контролировали тему бесед. Узники Кремля сообщили о постоянном давлении и жаловались на недопуск к ним медиков. Служба безопасности Украины задержала российского агента. «Уроженец Донецка» в Киеве пытался завербовать представителя Министерства обороны и получить секретную документацию в военной сфере. Дело направили в суд по статье «Госизмена». Народные депутаты Украины ушли на каникулы. Председатель Верховной Рады Андрей Порубий закрыл шестую сессию восьмого созыва. Одну из главных побед работы парламентарии считают определение государственного курса на вступление в НАТО. Подробности от Маргариты Стыцюк. Я хотел поблагодарить вас, коллеги депутаты. Сегодня последний пленарный день. Вам удалось сделать не все, но многое. Вчера вы поддержали в первом чтении пенсионную реформу, которая позволит поднять выплаты. Я надеюсь, осенью вы начнете работу с реформой медицины и образования. Эти реформы очень важны для людей. Они призваны изменить качество жизни украинских граждан. Плодотворно поработать нардепам так и не удалось. Последний день решили потратить на подведение итогов. Говорят, в течение сессии приняли важные законопроекты по энергоэффективности, налогообложению, дорожному строительству, банковской сфере, молодежной политике и национальной безопасности. Очень хорошо, что мы в перерывах между спорами приняли очень важные документы. Например, вчера мы отменили штраф для пострадавших от вирусной атаки налогоплательщиков. Такого количества благодарности от плательщиков мы никогда еще не получали. Но я все-таки обещаю, что на следующей сессии мы примем закон о внесении изменений в бухгалтерский учет. Упростим его. А вот явными недоработками депутаты считают отсутствие единой позиции относительно статуса оккупированных территорий и незавершенную судебную реформу. Недовольны и отсутствием продвижения в медицинской, земельной и образовательной реформах. Земельная реформа? Земельная реформа, да, сложный вопрос. Я за создание рынка земли, но возможности на данный момент его правильно запустить у нас нет. Но это же не значит, что мы не должны обсуждать вопрос, искать компромиссы, варианты решения. Надеюсь, осенью начнем. Да, действительно, мы потеряли время. Медреформа только в первом чтении. Но мы сделаем все, чтобы наверстать время. Тем более, что пилотный проект все-таки работает. Ближе к обеду Андрей Порубей закрыл шестую сессию. И напомнил, именно во время работы этой сессии вступили в силу безвиз и соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Также 8 июня парламент принял историческое постановление для формирования внешнеполитического курса на членство Украины в НАТО. Седьмая сессия начнется 5 сентября 2017-го, продлится до 2 февраля следующего года. Маргарита Стетюк, Евгений Савицкий, ЮЭй ТВ. Осенью украинским пенсионерам повысят пенсии, заявил Петр Порошенко. Однако, насколько увеличатся выплаты, президент не уточнил. При этом отметил важность пенсионной реформы, за которую должны проголосовать депутаты. Кроме того, в стране необходимо завершить децентрализацию. Судебную, медицинскую и образовательную реформы, подчеркнул Порошенко. Депутаты в первом чтении проголосовали за пенсионную реформу. Полностью учли предложение президента Украины. Уже осенью мы модернизируем и повысим пенсии. Как результат, выше зарплаты и больше денег поступает в пенсионный фонд. У нас появляется возможность больше заплатить пенсионерам. Наконец-то начали честно работать. Деньги для украинской общины. Мэр польского города Вроцлав Рафа Алдуткевич пожертвовал местному фонду Украина 50 тысяч евро. Средства политик выделил из недавно полученной немецкой национальной премии. Они пойдут на поддержку украинцев, проживающих во Вроцлаве, отметил мэр. По его словам, украинцы в городе – это благословение. Благодаря им Вроцлав становится многокультурным. По разным оценкам, во Вроцлаве проживают от 50 до 65 тысяч украинцев. Это почти 10% от всего населения города. 500 и 100 гривен из серебра. Национальный банк Украины выпустил сувенирные банкноты. Они сделаны из серебра 999-й пробы. И воспроизводят дизайн двух обновленных гривневых купюр. Все одной банкноты – 124,5 грамма. Тираж – 300 штук. Элемент отделки – голограмма. Стоимость каждой из них ежедневно меняется в зависимости от курса металла. Сегодня приобрести серебряную банкноту можно за 125 долларов. Женщины-клюшки-шпильки. В Киеве прошел светский гольф-турнир. В соревнованиях участвовало более сотни красавиц. Посмотреть на них предлагаем и вам в следующем сюжете. Звезды украинского шоу-бизнеса, культуры, политики и спорта надели шпильки, чтобы принять участие в гольф-турнире. Соревнуются не только в точности попадания, но и в высоте каблука. У Елены шпилька 12 сантиметров. Впервые в жизни буду играть в гольф. Очень переживаю. Но надеюсь, у меня получится. Каблук певицы Оксаны на 3 сантиметра выше. Я думаю, что, возможно, я займу первое место только, наверное, сзади, с другой стороны. Потому как у меня нет опыта, у меня нет знаний. А вот у еще одной артистки Тони Матвиенко опыт есть. На турнире уже третий раз. Шпильку выбирала короче, чем у соперниц. Только 10 сантиметров. Настроена на победу. В первый раз, когда я пришла на этот турнир, я его выиграла. У меня было первое место. Я хорошие призы домой забрала. Семь команд, каждый по семь участниц. Чтобы выиграть, нужно отправить мяч как можно дальше и как можно точнее. Три попытки, три удара. В каждой команде будет свой круг. Мячик, который ближе докатится до флажка к лунке, будет определяться лучшим. Ближе всего к лунке долетели мячи команды белых. В ее составе представители прессы. Специальный приз достался специалисту по этикету общения Юлии Юдиной. У нее оказался самый высокий каблук – 16 сантиметров. Если бы считал это красивым только я, я думаю, вряд ли собиралось бы здесь столько людей. А каждый год у нас собираются здесь сотни красавиц. В рамках турнира провели и благотворительный аукцион. Собранные средства направили на покупку спортивного инвентаря и проведение мастер-класса для воспитанников одного из детских домов семейного типа. Это все новости к этому часу. Ей-ТВ продолжает свою работу. Мы увидимся с вами ровно через два часа. Поэтому не переключайтесь. Оставайтесь вместе с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова